В последних играх перед летним перерывом барнаульскому коммунальщику противостоял серьезный соперник. Акбарс Динамо из столицы Татарстана традиционно лидер турнирной таблицы. Два крайних сезона коллектив из Казани занимал второе место в чемпионате России, а до этого и вовсе поднимал заветный кубок над головой. В то же время подопечные Владимира Кобзева борются в середине турнирной таблицы. Однако в этом матче явного фаворита не было. В принципе, они выдержали этот темп. Я скажу, что там были, конечно, моменты, когда они садились, тяжело им было. Но так больших разрывов в линиях не было. Старались все. Динамовцы открыли счет на восьмой минуте. Со штрафного отличилась Елена Ефимова. Однако Юлия Скутель перед большим перерывом смогла сравнять счет на табло. В начале третьей четверти все та же Ефимова вновь вывела команду вперед. Барнаульским спортсменкам было тяжело отыграться. В середине матча команда понесла потери. Травму получила полузащитник Анна Сидоренко. Короткая скамейка коммунальщика помешала хоккеисткам в зеленой форме отыграться. Тем не менее, они навязали борьбу своим оппонентам. Сегодня игра была достаточно достойная. Просто немножко не хватило сил. Собственно, как вратарь, говорят, что я немного перегрячил, поэтому пропустила два гола. Было тяжело. Команда эта хорошая. Мы всегда с ними боремся, на равных играем. Они молодцы, девчонки. Хотя у них там замены нету, трудности. Второй домашний матч пройдет уже сегодня. Игра завершит первый тур чемпионата России. Следующие игры коммунальщик сыграет 17 и 18 августа на домашнем газоне против «Динамо Электростали» из Московской области. Дарья Коншина, Илья Алексеев. Новости. Продолжение следует...